доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы последний день текущих крайне насыщенных 5 дней и мы уйдем на выходные друзья как и всегда мое традиционное напутствие выходные должны пройти хорошо вы должны отдохнуть и с хорошим настроением я жду вас уже на следующей неделе потому что мы будем продолжать замыкать 2019 год и по-прежнему я уверен то что рынки нас будут радовать вновь и вновь волатильностью потому что никто еще не отменял такое понятие как предновогодняя и рождественская ралли по динамике некоторых активов которые мы на которую мы наблюдаем в последние дни можно сказать что отчасти это рождественская ралли уже началось но думаю что будут в том числе и приятные сюрпризы также в ходе последующих торговых сессий давайте сегодня поговорим о том что было интересного важного в ходе вчерашнего дня сегодня мы конечно же подведем итоги парламентских выборов в англии но отчасти и целиком вы уже сами друзья наверняка знаете что консерваторы одержали победу это тут же отразилось на повышенном спросе на британскую валюту фунт улетел просто космическим а уровнем только за одну торговую сессию с опять же минимума вчерашнего дня мы наблюдали прирост даже не с минимума с открытием вчерашней торговой сессии там больше чем на 300 пунктов поэтому ралли состоялось я готовил вас к этому ралли друзья заранее я говорил вам о том что очень много индикаторов сейчас свидетельствует о том что фонд получит хорошую поддержку не только опять же какие-то технические факторы но и подключали мы психологию всем известных кайман маркетсон указывал на то что на рынке допускается трейдерами ошибка поскольку большинство ставили на оснижение функция пошел по пути наименьшего сопротивления в данном случае против толпы и я друзья очень рассчитывал и надеялся на то что вы прислушайтесь к моим комментариям и станете верным рыночном направлении но и конечно же роста фунта также способствовал и сам фундаментальный фон потому что мы все-таки не просто так рассчитывали на победу консерваторов и связывали эту победу с довольно предсказуемым что ли прозрачным ясным будущем англии уже после брекзита и после того как будет реализован и скажем так завершён самый громкий брак разводный процесс политические конечно же современности ну ладно давайте вернем секунду чуть попозже начнем с нефтянки которая в данном случае нас также радует локальный хай вчерашней торговой сессии 64 83 сейчас чуть пониже 64 62 но рукой подать до ближайшего сопротивления которое находится от отменки 65 долларов за баррель я призываю вас к тому друзья чтобы вы вместе со мной правильно оценивали фундамент и использовали возможности которые зачастую бывают там довольно легкими чтобы конвертнуть их в какой-то профит и вот по нефтянке сейчас есть уверенность что цены не просто протестирует 65 долларов за баррель они закрепятся выше я не буду ручаться и говорить о том что у нефти будет исключительно безоблачное будущее котировки будут стремиться к 70 но нам удастся подержаться какое-то время выше 65 и самый главный фон локальный который мы можем использовать в качестве поддержки это опять же прежние договоренности опека которые предполагают принятие дополнительных мер чтобы не допустить перепроизводства углеводородов и буквально вот совсем обновленный хайповый фон это договоренности между сша и китаем собственно блумберг вчера под закрытие торговой сессии сообщил о том что сша китай достигли соглашения и готовы подписаться под первой фазой сделки собственно китай взял на себя обязательство увеличить закупки сельхозпродукции до 50 миллиардов в двадцатом году а соединенные штаты америки пообещали не водить 15 декабря я пошлины на китайский импорт стоимостью 160 миллиардов долларов и более того готовы рассмотреть возможности снижения прежних тарифов которые ранее были повышены таким образом договоренности достигнуты замаячила перспектива реального подписания первой фазы соглашения и мы снимаем друзья благодаря такому новостному фону главный риск конца этой недели воскресный риск того что сша повысили бы импортные пошлины на китайские товары поэтому рынок воспалял духом фондовые индексы снова американские обновили исторические максимумы нефтянка я имею ввиду прежде всего покупатели выдохнули потому что с возможностью продолжения торговых переговоров убирается риск замедления мировой экономики которые как вы понимаете сказывается на спросе на углеводороды эту информацию подтвердил несколько часов назад рейтерс и вот сегодня сша должны официально объявить о достигнутых договоренностях и собственно о сделке друзья ралли будет продолжена я думаю что сегодня мы уже окажемся выше 65 а если нет то это точно произойдет уже в начале следующей недели доллар японская иена 109 58 в этой паре очевидно движущийся является тот актив который обладает более выраженными защитными свойствами поскольку я только что охарактеризовал позитив связанный с отношениями сша и китая конечно же он привел к тому что не было уже необходимости ставить на укрепление иены и не было причин ввести капитал именно в этот актив поэтому доллар иена у нас выросла котировки 109 58 сегодня друзья будем проверять и доллар отчетом по уроничным продажам он будет в 16.30 по московскому времени ожидания не самые хорошие если участники рынка уже переварили позитив связанный с внешней торговой политикой то конечно же было бы неплохо сейчас фокусироваться на макроэкономическом фоне конечно же если отчет разочарует вспомнит ум же и комментарии последний джерома паула о том что он готов вмешиваться в политику через возможно дополнительное стимулирование если а статистика будет выходить все хуже и хуже пока что друзья остается еще расчет на то что пара доллар иена может скорректироваться и перейти снова к развитию нисходящего тренда однако если все-таки мы увидим пробой 110 конечно же эту идею нужно будет пересмотреть но я буду держать вас в курсе евро против доллара 1.1172 заседание кристин лагард на мой взгляд было крайне предсказуемым ставки на прежних уровнях и кристин лагард по сути взяла за основу точно такую же риторику как ранее использовал господин драги то есть политика должна быть аккомодационной это тип адаптивный и следящий за макроэкономическим фоном поэтому при ухудшении конъюнктуры нет других способов как воздействовать стимулировать ее через снижение процентных ставок и программу количественного смягчения конкретики не было друзья что будет со ставками что будет с объемом программы количественного смягчения пока что вектор остается таким как нам известен он еще с курса драги конечно же это потенциально серьезные риски для европейской валюты но вчера после парламентских выборов конечно же евро воспрял духом потому что позитив характерный для ситуации вокруг брекзита он перетранслировался также и на евро валют друзья сейчас нужно конечно же разбираться что будет дальше но я уверен то что сильно выше евро не пустит потому что укрепить европейская валюта еще на полпроцента это будет автоматом очень сильно снижать эффективности мер европейского центрального банка по стимулированию потому что чем крепче будет европейская валюта тем больше будет проблем с разгоном инфляции фунт против доллара 1.3472 друзья я допускаю что ралли может быть продолжено но рекомендую выйти из сделок и поблагодарить фунт за то что он дал возможность заработать под конец 2019 года 368 голосов у консерваторов это достаточно для того чтобы у джонсона было парламентское большинство это достаточно чтобы он протащил сделку через сначала и ес а потом через палату общин в целом через и правительство и парламента этим он и будет заниматься уже сегодняшнего дня когда собственно они безусловно отпразднуют победу еврокомиссия ждет дорожную карту джонсона как и что будет происходить дальше по процессу брекзита я думаю друзья что жесткий брекзит как риск потихоньку уходит в прошлое как нереализованный это дает сейчас возможность покупать фунт будем этим пока что и пользоваться ну а по другим активам все без изменений доллар канадец 1.3163 полоса отметил что больше банк канады скорее всего будет тяготить к снижению процентных ставок из-за проблем с производительностью труда и с рынком труда мы видели что проблемы там очевидны после последнего отчета на следующей неделе данные по инфляции друзья они помогут нам разобраться все-таки насколько ближе за последнюю неделю и две банк англии точнее банк канады стал к снижению процентной ставки держим длинные позиции они в приоритете потому что для канадца все-таки определяющим является сейчас вектор именно национального банка на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания